Парашат 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 Заставили, товарищ столбин Приглашайте. Слушайте. Товарищ Сталин ждет вас. Благодарю вас. Шапку, господин. Шапку. Очень хорошо. Что вы нашли время приехать? Жаль, что мы оторвали вас, отдел. Да что вы, товарищ Сталин. Друзья, обсуждаем одну весьма занимательную рукопись. В ней развивается идея анабиоза. Иными словами, способности организма как бы погружаться в сон. Надолго. При этом обмен веществ, хотя и сильно ослабленный, продолжается. Это же моя рукопись. Именно потому, что это ваша работа, мы и пригласили вас сюда. Теоретически, это все возможно. Извините. Если обеспечить клеткам питательную среду, извините, то организм не просто продолжает функционировать. А что особенно примечательно, он почти не остареет. Но при этом необходимо убирать продукты распада. Как? Что такое продукты распада? Гамуэта, Лаврентьев. А? Учтите, это довольно трудная задача. Требуется сложнейшая система контроля. Трудную задачу возьмут на себя наши органы. Здесь необходим контроль высочайшего уровня. Наши органы смогут обеспечить самый надежный контроль. Ну вот, эту часть дела Лаврентьев Павлович готов взять на себя. Допустим, в конце концов мы добьемся полного успеха. Что тогда будет происходить с моим организмом? С вашим? Да, с моим. Будешь спать, как белый медведь, Коба. Что вы, это невозможно. Пока это только теория, опыты, формулы. Нам говорят, невозможно коммунистам, особенно же руководителям, овладеть химическими формулами и вообще техническими знаниями. Это в корне неверно. Нет в мире таких крепостей, которых мы, большевики, не смогли бы взять. Какой слабый человек. Разве можно горячиться, когда ведешь научную дискуссию? Ты прав, Коба. Истина раздается в споре. Минуточку. Где думаешь осуществлять Аннабир, Лаврентий? У нас на Кавказе можно, в Батуме можно. Потом вы меня хорошо знают. Я там начинал. В Австралии хороший климат. Вот там пока еще нельзя. Может, Китай? Ума уже думать. Китае трудно обеспечить секретность. Верно. Об этом должен знать только ты. Дальше идти, врачи. Врачей я беру на себя. Вот полежу в Аннабирозе. Отдохну. И поведу вас, врачи, к светлому будущему. А пока идите сами. Куда же мы без тебя? Как вы уж не имеете права нас бросать? Какой народ без Сталина? Без меня пока идите. Посмотрим, как вы без меня. А лежать я буду в Черноморске. Почему в Черноморске? Потому что там щутники живут. Проболтаются. Никто в Сыново не поверит. Ты гений, Копа. КОНЕЦ Какие апартаменты. Если б вы знали, чего нам стоило поселить вас на этой вилле. Да? Да. Чемодан сюда поставьте. Ага. Ну, и чего же вам это стоило? И тачь, 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 пять, шесть, семь, восемь. И вот она. Первого апреля. Були, 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 були. Мы не помешали? Нет, нет, нет. А, так мы остаемся. Проходите. Конечно. А, вот вы где, я вот еще. А что-то случилось? Конечно, случилось. Меня, как всегда, поселили в угловой номер. Справа окно, слева окно, сифоник, посередине кровать, а я на кровати. Ага. Ну, сейчас мы что-нибудь придумаем. Да, пожалуйста. Вот тут номер, по-моему, никто не зовет. Тут номер? А, нет, тут номер вообще не сидят. А что, что случилось? Ну, господа, что я сейчас узнал? Что еще? Оказывается, это бывшая дача Сталина. Ой, что ты говоришь? Все прекрасно знают, что у Сталина была дача в Кунцево. Да. А на озере Рица и на Балдае, между прочим. Да, и в этом... Спокойно. Запоминайте. Колтуба, Хеменовская, Поржомий, Зугдидий и Липкий. О, господи, сколько же ему нужно для такой нечеловеческой скромности. А, для конспирации. А если в твоем номере Берия жил? Представляешь? Ночью. Пошлит тебе призрак Лаврентий Павлович и говорит... Подвинься! Значит, это то самое место. Какое? О чем это? Дом с привидением. И это правильно. И не с одним, а с целым политбюро-то создать. На всех уровнях. Зря вы так. А? Здесь большая политика замешана. Грандиозная история. Все, хватит о политике. Все-таки фестиваль, море рядом. Прекрасные дамки. Хотите, верьте. Простите. Хотите, нет. А историю эту я слышал очень давно. Итак, однажды. В 53-м году. После тяжелой и продолжительной болезни, не приходя в сознание... Скончался товарищ Сталин. А вот и не скончался. Один старый профессор, из репрессированных по делу врачей, Рассказал в узком кругу историю, которая мучила профессора всю жизнь. Да, гроза будет. Да, мог бы подождись своей грозой? Что дальше? Не знаю. Я не могу этого сказать, что это такое. Называется анабиоз. Это такой особый вид сна. Как спящая красавица, которая спит в кустатом гробу, пока ее кто-то не поцелует. Неужели до сих пор не нашлось охотника поцеловать эту усатую красавицу? Как ты? Святая красавица. Вчера дышит. И на берегу, Таборда嘛... Вчера... А не заים... Вчера... Вчера... Вот за это и сдрогнем. Вдрогнем за родину, вдрогнем за Сталина. Вдрогнем и снова нальем. Ну вот, первый тост испорчен. Первый и последний. Почему? Ну пить-то больше нечего. Да ле аж ненемного, еще немного, еще чуть-чуть. Ну, где же взять-то? Степь кругом. Степь, да, степь кругом. Думаете? В соседнем номере наверняка в холодильнике стратегический запас имеется. Гениальный вопрос. Всё, в чём проблема-то? Сейчас сделаем. Молодец. Давай. Я пошутила, боже мой. Бери сумку и набери там так, чтоб до утра хватило. Да я... Лёша, Лёша! С Богом! Старичок, а старичок, ты смотри, там следы не оставь. Порядок! Да посмотри, там кинзмараули должно быть. Какой кинзмараули? Бери всё, что есть. Ти-и-и! Услышит кто-нибудь? Ну что? Кто услышит? Сталин услышит. Типу тебе на язык. Ти-и! 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 Ребята шутили, что тут со времён Сталина. Никто не жаловался. А что, теперь партийные работники позволяют себе шутить по поводу товарища Сталина. Здесь нет никаких партийных работников. А кто тогда есть? Артисты, гости фестиваля. А, интеллигенция. Значит, интеллигенция шутит. Шутники. Товарищи, ну сколько можно ждать? Он там, наверное, нанимизался и заснул. А мы его сейчас разбудим. Ну что ж, придётся менять тактику. А вам придётся пройти самому. Отдайте паспорт. Как же я без него? Мне же с утра нужно здесь людей отправлять. Вы, наверное, не вполне понимаете ситуацию. Или вы не верите, что Сталин воскрес? Не верите? И правильно делаете. Не мог Сталин воскреснуть, потому что и не умирал вовсе. Лёша, ты чего там? Открывай, трубы горят. Лёша! Соня! Да куда вы дождь такой? Соня! Соня! Да помните, там где Сталин, там победа. Да вы что, Естерич? Отдайте паспорт. Лёша! Ты такая? Девушка одна, хорошая. Ляу! Ничего. Мы вам найдём другую девушку. Тоже хорошие. Я же остановлю машину, а. Вон ещё сколько топотей. Вам пустяки, а у меня день смеха горит. Пускай горит. Хватит уже. Осмеялись. Ой! Маши! Эй! 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 Сейчас поедем. Вот иди. Ну я же вам рассказывал. Артистам и фестивалям. Ну и что совсем, что ли? Ёль савиона. Фу! Через час открытие фестиваля. Я же там с утра должен быть. Они что вам, друзья? Ну как, всё-таки вместе работаем. Случайные попутчики. А значит потенциальные враги. Я счастлив, если только от врагов избавился. И за друзей пить. Запомните. У вас друзей не бывает. А врагов не должно быть. Как же Ленин? Что Ленин? Тоже вождь, а вот сколько друзей-то было. Да что Ленин? Ленин проще было. Ломать, не строй. Садись мужики. Не надо. Надо везти. Подвезу. Не, мужик. Какой же он свидетель. Поехали. Садитесь, я в город. Подвезу. Ну отлично. Здравствуйте. Ну где вы там? Давайте, серединочку. Артисты, на фестиваль я вас сразу узнал. Автограф на память, пожалуйста. Угу. Интересно. Вот, пожалуйста. Кому писать? Валерику. Это я Валерик. Товарищ Валерик. Никогда не отказываетесь от малого в работе, ибо из малого строится великое сочинение. Дом седьмой. Страница. Какая же страница? Страница пятнадцатая. Ставик. Здорово. Только вы это, настоящую фамилию черкните. Чего? Джугашвили? О! Чего ты? О! Что ты? Цепь! 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 Ко мне! Ко мне! Что вы делаете? Сидеть. О! Куда вы артисты? Ого! Большие дела в белых перчатках не делаются. Не выйдет, как когда либералы. О! 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 Их крышки. О! 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 Сейчас все будет в порядке. Иван Лукич, первый пост рядовой Иванов. Тут это, двое какие-то. Чего там? Дайте я объясню. Иван Лукич? Иван Лукич, здравствуйте. Вы только не удивляйтесь тому, что я скажу. Тут внизу товарищ Сталин. Да нет, я серьезно. Как зовут? Йосиф Виссарионович. Где Лев Давыдович? Спрашивают, где Лев Давыдович? Какой Давыдович? Спрашивают, какой Лев Давыдович? Да при чем тут Троцкий? Муромцев моя фамилия. Да я не кричу, я же объясняю. Послушайте, ну что, вам каждый день вождей приходит? А, хорошо. Сейчас передам. Йосиф Виссарионович, вас просят. Здравствуйте. Сталин говорит. Мудар. Понял? Здорово выехали. Ваши капитулярские поведения. Я расцениваю, как удар по рабочему классу. По делу с партией. Да вы чего? Где я, где партия? Ну ладно, когда в ресторан не пускают. Нет, нет. А бабком-то чего? Постовой правильно поступил. Бдительность должна быть. Мы имеем врагов внешних. Мы имеем врагов внутренних. И если мы будем бдительны, мы побьем младших врагов наверняка. Как били их в прошлом. И будем бить в будущем. Впереди, участие фестиваля. Браво! Первый апреля. Прекрасный повод для жизни. Мы все большие любители шутить по любому поводу. Мы вообще как-то больше шутим, чем думаем. И больше думаем, чем... Леша! Ну куда вы пропали? И верните мне наконец мою сумку. Вашу сумку? А вы что, в неё не заглядывали? И пусть наш фестиваль осеняет имя основателя вашего города, великого полководца Александра Суворова. Вы представляете, я открываю свою сумку, а там вместо моей косметички и нарядов ваша Мальбора. Хорошо, что паспорт оказался. Музыка Держит Срочаем. Москва, Кремль. Имя здорово. Чувствую себя способным. Мог приступить к исполнению обязанностей? Обязанностей? Обязанностей. Да, елки. Чуть помедленнее, Юрий Зоренович, не успеваю. Ладно. Обязанностей? Обязанностей Ден Сака готов и впредь. Служить делу рабочего класса. А может, напишем не готов и впредь, а всегда готов? Думаю, формулировки Сталина не умножаются в уточнениях. Готов и впредь. Отдать делу рабочего класса, делу революции и мирового коммунизма все свои силы, способности и, если понадобится, всю свою кровь каплю за каплю. Телеграмма, срочно! Молодой, Тюрьме! Это что такое? Телеграмма. А по пище? Ну, там же все написано. Вы что считаете, что здесь идиоты сверху? Что вы ждете? Что вы возите? Принимаете? Ну, посмотрите, что он пишет. Ну, что пишу? Что пишу-то? Жив-здоров. Мамыш, поднимите. Ну, товарищи, мне нужно телеграмму отправить, вы понимаете меня? Срочно! Я не могу спросить, кто здесь, я ничего не слышу! Что за шум? В чем дело, Ольга? Мария Николаевна, вы полюбуйте, что он пишет. Ага, понятно. Молодой человек, я сама приму вашу телеграмму и выпишу вам квитанцию. Ну что, разобрались? Конечно, конечно. Давайте. Вот этот. Гражданин. Ваши документы. А что случилось? Документы? Паспорт! Юрий Сырёнович! Не волнуйтесь, спокойно, пройдемте. Разберемся. Вот полюбуйтесь на эту подпись. Разберемся. Ну, что нас за спектакль-то устроили? Разберемся. Разберемся, кто здесь что устраивает. Поехали! А что птичка? Да у него сон difference. И упомянутся. Птичка. Мстиной-то устроили? А где то есть, что у меня? Птичка! В спектакль-то устроили. И. Паника, паника, паника Паника, паника Паника, паника что у тебя дом сгорел, жена умерла, не на что добраться. Тут знаешь, сколько таких сшивается? Давай, поторопитесь, товарищи. Моя фамилия Старик. Что? А что? Похож. Действительно, что-то есть. Ну, наглый. Чтоб духа твоего здесь не было. Давай. Вот когда нарки и товарищи пораскрывали, тогда и надо было думать. А ну, бегом! Это только четвертый вагон. Я не могу! Куда? Давайте. Я вперед. Я помогу. Тогда другое дело. Молодец, Патя. Другие в твоем возрасте кости на печи греют, а ты на свой стакан еще сам зарабатываешь. Видно, старые закалки. Молодец. Внимание! Вон, 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 вон. Пошлось ребенком, последняя минута. А это кто? Носильщик. Так. Вот здесь. Здесь. Батя, стой. Стой, стой. Бери. Э, два рубчика. Заработал. Молоток, Батя. Внимание, пассажиры. А, черт. Приготовьте, пожалуйста, билеты и деньги запости. Давай, давай. Пожалуйста, приготовьте билеты. Пожалуйста, приготовьте билеты. Пожалуйста, здесь приготовьте билеты На пути Поехали Чего греешь? Все, ребята, я завязал Чего? Сталин померяющийся Девочка, я не могу Почти, конечно, я много Сталин померяющийся По-другому Почти, кстати, все Страйка Самодушия Страйка Почему? Самодушия Хррррdi Страйка Ну-ка, граждане пассажиры, приготовились, яочек будем пить. Налетай, сладенький, а ну давай-давай. И здесь сортир не работает. Слушай, по-моему, там кто-то есть. Эй, есть там кто живой? Извините. Чай будем пить? Ну-ка, хотим. А здесь? А зря. А вы как? А, старые знакомые. Стой, стой, говорю. Стой, стой. Стой, говорю. Стой. Стой, а ресторан далеко? Принимайте, молодцы, везде у нас дорога. Да сколько там? Вот так. А старикам везде у нас почет. Ну что? Как расплачиваться будем, уважаемые? Мне нужно в Москву. А, в Москву? Вот два рубля. Да ты что, рехнулся? Если я каждого за два рваных в Москву возить буду, мои дети всю жизнь на крупе будут, на перловке сидеть. Я вот сейчас ревизор аппарации вызов. Чай носить будете? Сейчас он будет, и чай, погоди. Ты чего? Открой. Ты чего делаешь там? Открой, я тебе говорю. Открой. Ну, погоди. Погоди. Я тебя... Ну что? Доволен? Попили чай? Попили чай. Попили чай. Попили чай. Ты раз us? Открой. Утрач-пожие. นนетий хребетка. Я зараб Попрое-прооб jakby church. Попрошу. Прости нам друг от друга. Когдаubule крепастных поток подбор 싶은 США. Попрошу. А с чего вы взяли, что это наши шутки? Может, вообще, это такие же слухи, как аробиоз? Слухи? Петр Петрович, доложи. Значит так, на 23-м километре за городом шоссе был угнан атофургон, направляющийся на мясо комбинат. Водитель фургона утверждает, что угон был совершен неким лицом, назвавшим себя, да вот вы сами посмотрите, вот, вот. Значит, подожди, подожди. Второй факт. В 13.20 некий гражданин пытался отправить с почты телеграмму в Москву, в Кремль, за подписью. Ну, вы сами понимаете, за чьей подписью. Где она? Дай сюда, сюда дай. За подписью вот этого. Что там еще? Ну, это уже переходит все границы. Что есть? А в чем дело? На переходе Черноморск-Узловая с топ-краном остановлен скорый московский. Сбит график движения, остановлены поезда. Какой ужас? Проводник утверждает, что виновником является... Понятно, понятно кто. А если понятно, нечего сидеть сложа руки и ждать, пока он явится сюда. А он уже являлся. То есть, приходил. Кто приходил? Я не знаю. Мне снизу позвоните. Я думал, что первоапрельская шутка и... Вы что-то говорили о телеграмме. Где она там у вас, эта телеграмма? Посмотрите, посмотрите. Да. На бланке обычно внизу пишут обратный адрес. А ну? Где у тебя эта телеграмма? Тут, понимаете, неувязка. Вот начальник отдела забыл оформить задержание. Причем добросовался этот товарищ. Вот... Весь город обыщите. Как? А чтобы телеграмма была здесь. Да, черт подевалась. Ты ищи, ищи. В конец уже распустились. Это называется образцовое отделение. Уму не посижу. Как ты мог дойти до этого? Да что ты в глаза? Слушаешь. Молаз пишут. Продался за каких-то два блока сигарет. Было бы за что. Ее уже теперь не найти. Мусор еще утром вывезли. Значит так. Слушай, моя команда. Все отделения в полном составе на городскую свалку. И что вы до телеграммы не возвращались. Ясно? Не уважили. Нет. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 На мини-хмурым днём Я жгу твои записки Надеясь, что печаль Я, может быть, сожгу И только тот портрет Где два лица так близко Безжалостный огонь Я бросить не могу Ты помнишь, как хрусталь Мерцал, роняя блики Сиренят хрусталь, как пенное вино Как много дивных дней Два сердца были близко Так близко, что они На них слились в одном Тем дням возврата нет Возврата быть не может И всё-таки не всё Меж нами решено Иначе почему Мне с каждым днём дороже Портрет, где два лица Почти слились в одно Ты помнишь, как хрусталь Мерцал, роняя блики Сиренят хрусталь, как пенное вино Как много дивных дней Два сердца были близко Так близко, что они На них слились в одно Как много дивных дней Два сердца были близко Так близко, что они На них слились в одно Лёша, а чья это песня была? Дуноевского А, Дуноевский Ну как же, знаю Кубанский казач Это его сын Хороший сын Лёша, это что, уже вторая бутылка? Ну, Свет Ой, а почему вы не кушаете? Вы закусываете? У вас есть и есть? Есть вам яичницу? Нет, сварите Сколько? Сколько есть? Ну, полно Десятка-два наберётся Вот два десятка есть, сварите А это мы уже на Кубани жили Значит, тоже кубанский казач Ага Ой, цветёт калина В поле у ручья Парня молодого Полюбила я Парня полюбила На свою беду Не могу открыться Слов я не найду Не могу открыться Слов я не найду Та-ра-ти-та-та 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 А вот это помните? Бьётся вдаль Тропа лесная Светят звёзды ранние Буду здесь Всю ночь бесная Ждать с тобой свидания Хорошая песня Станинская премия Первая степень Ага, ещё бы А вот это помните? Летят перелётные птицы В осенней талигам в бой Летят они в жаркие страны А я остаюсь с тобой Тоже премия имени меня Третьей степени А чё ж третья-то? Даль по вторую Хватит третьей Почему? Не люблю Ты чё, хорошая ж песня-то Сколько лет отдусь сих пор По радио крутят Учить меня будешь? Ага Ну ладно, вам видни А, вот Ты ждёшь Лизавета От друга привета Ты спишь до рассвета И грустишь обо мне Вот эта песня Какими бы были в гражданскую? А? Какими бы были? Ты что? Даёшь Сталинскую? В первой степени Даёшь? Не жалко раз хорошая? Эх, как бы дожить бы До свадьбы женить бы И обнять Любимую свою Ха-ха-ха-ха-ха Ой, мальчики, а что это за песня? Тра-ля-ля-ля-ля Ленинские горы Тра-ля-ля-ля Друзья, люблю я Ленинские горы Там хорошо Встречать рассвет вдвоём Видли в Москве Чудесные просторы С крутых высот нам М-м-м-м Тра-ля-ля-ля-ля Другвы заводские И над Кремлём Рассвета синева Так, ну за это не грех выпить Москва столица М-м-м Стоп! Какую щутку испортили? Ну и шуточки же у вас Когда-то всё политбюро сменилось А им не нравится Вы кушайте А то совсем разберёт Первый, спасибо за помощь Да ничего, она слишком воняет Нет, я думаю, до утра Поддержимся Что? Ищу чё с утра Труп? Такой ещё труп Чё, золото? Да нет, ксиву какую-то потеряли О, видать важная ксива Смотри, какие Ещё бы Правительственная Стой! Стой! Золотоhe Т narciss? alive À Стой! Цей! Если3-5-5-5-5-5-EE-0-5-5-5-7-0-5-3-0-5-5-5-0-6-7-5-0-6-O-3-R-2-0-1-3-0-4-5-0-5-5-5-5-7-7-0-0-5-7-6-0-5-5-5-5-7-0-5-8-7-0-5-6-0! Блин, я видел её. Это его могила. Чего? Она в розыске, две тысячи лет. Что такое? Что тут такое, а? Древний город. А телеграмма есть там? Нет. Ну чего, сидите. Давай закапай, закапай. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Почему так проходит людская слава? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Дело не военных. Дело не КГБ. Нет, ну это, конечно... Дело не в этом. Политический перевод. Если не состоится перестройка, я сказал это на пленум, это было опубликовано. Если перестройка не состоится, если нам не удастся навести до конца демократический процесс, безусловно, придёт диктатура. Придёт диктатура. Я другого не вижу. Нам надо дорожить этим процессом. Надо дорожить. Надо поддержать товарища Горбачёва. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ой, Лёш, смотри, все яйца слопал. Тьфу, дура-то, Светка. Не, ну ты подумай, 40 лет не жрав, в аппетит нагулял. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну, съел и съел. Тебе что, жалко, что ли? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Понял. Что? Ну, понял, чего он только яйца-то вкрутую ест. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Их же отравить нельзя. Почему? Ну, а как ты в них вовнутрь залезешь? Ой, Лёшка, я от него торчу. А я от тебя. А-а-а! А-а-а! Лёша, отдай! А-а-а! Отдай! А-а-а! А-а-а! О, отошел! А-а-а! Что? АПЛОДИСМЕНТЫ Что полезного нам может дать сегодня фестиваль смеха? Это же просто пир во время чумы! АПЛОДИСМЕНТЫ Это попытка увести нас в сторону от проблем, волнующих сегодня каждого истинного патриота. АПЛОДИСМЕНТЫ Пока одни умирают от смеха, другие от возмущения. Но истинные патриоты знают, чего... Не, Серёж, яйца варить! АПЛОДИСМЕНТЫ Кто это? АПЛОДИСМЕНТЫ Время ли сейчас для смеха? Время ли для фестиваля? Нет? А, это Глотов. И Юрий Снегин... И с подgrownю. И ФИЛИ КАРАТА Ты difference, при? Я не куда-то. Время поразило нас по разные стороны, баррикад. Хочется спросить организаций... Вот черт! Хват забыла погладить. В больнице еще и утюг сгорел. Леша! Все равно пора разобраться с тем, что происходит сегодня. Мы не позволим мазать тетям наше светлое прошлое, потому что не хотим становиться страной с непредсказуемым будущим. Это было мнение комсомольского богатства. Ну что же, плюрализм. Каждый волен высказывать свою точку зрения. И все-таки фестиваль продолжает. Слово для доклада имеет товарищ Сталин. Великий Сталин! Мама! Нет, все-таки я от него торчу. Все, пошло. Погоди, я с тобой. Газеты-то. Две чего раскрыта? О, где они? Реально. Есть кто-то живу. Ну, 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 что с тобой? В вашем возрасте вреда пить? Да и мне, честно говоря, пора пить. Врачи, домой рекомендую. Есть рёнц! Это я! Газетка свежая! Ёлки! Что с вами? Ой! Он что, выпил что ли? Конечно, что, был отравлен? Да плохо с вами, Ёйсер Иванович! Вы куда? В скорую! Не надо! Не надо никакой скорой! Врачи лечить не умеют, только вредит умеют! Вы дайте ему валерянки! Сам придёт в себя! Так... Потерпи, Виктор, терпи! Сейчас выведу, сейчас маленький! Не надо, я сам выведу! Да неудобно, что вы! Ничего, утренние прогулки мне только на пользу! Пойдём, Виктор! Ёйсер Иванович, там у зеркала очки тёмные! Наденьте их! На всякий случай! Ну что ж, в семнадцатом году Ленин тоже был вымужден конспирировать! А я только первый ученик Ленина! А мне только что, товарищ Сталин, явился! А-а-а! Ну, в вашем возрасте это бывает! Ну, давайте ещё! Ещё давайте потихонечку! Вот так вот! Вот! Представляете, Лёша! Стоит с трубкой! И улыбка! Добрая! Пить, говорит Иван Демьяныч, вредно! Что так и назвал, Иван Демьяныч? Так и назвал! А сам такой простой и скромный! Да вы не нервничайте, не нервничайте! Пройдёт! Он и в жизни был такой же скромный! Вы знаете, когда он умер, у него на книжке оказалось всего 4 рубля! Да вы-то откуда знаете! Не надо, не надо! Зачем собаку мучаете? Сейчас, сейчас! Езжай, езжай! Kurzweil, добрый дизайнер Алло! Обком Комсомола? Обком Товарищ weuj! Да, я слушаю вас! Вы там какими вопросами занимаетесь? Слышь, Сыроков! Ты чтой! Кончай дурей! Чё надо? Ваш отку выходит в обдохе? Тогда выгляньте в огонь! Ставим, говори! Подождите. Хорошо, я сейчас спущусь за вами. Скажите, товарищ Глутин, известно ли вам, что такое анабиоз? Рая? Ай! Что у нас там нового по поводу слуха? А, это про Сталина, что ли? Пока ничего нового. Ну, если что, сразу информируй. Ага. Может, кому-то и хотелось, чтобы это были слухи. Может, как известно, богаче всех слухов. Я здесь, перед вами, и это не слухи. А почему я должен вам верить? Вы думаете, это праздничная шутка? Или провокация? Указывать человека рано или поздно наступает момент, когда он должен сделать выбор. И не дай бог вам ошибиться. Как тебе 과�들ой ни уверённости підтримуть в Москву? ЛОН КОРКУ Вам нужен билет в Москву? Нет, мы пойдем. Другим путем. 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 И на кой вам этот анабиоз понадобился? Тут пока вас не было, такого понаворотили. Кто мог знать, что Лаврейти так засыпется? Да, внюк. Не рассчитал. А что, меня здорово ругают? Еще бы! Как с цепи сорвались! А вы все на Кадановича валите. Народ вас поймет. Значит так, невысокого роста, голосы спросить ее. А, усы. Нет, нет, особых примет нету. Да какая разница? Так он же все равно без документов был. Какая разница, какая фамилия? Сколько лет? Ну, лет сто, сто десять. Ой, простите, семьдесят три. Какие шутки? Утром. Хорошо, утром позвоню. Спасибо. Так, властная нет, проходства нет, железнодорожная нет, обкомская нет. Слушай, может ты своим позвонишь, а? К нам в больницу скорая не возят. Ясно. Значит, остался морг. А ты в милицию позвонишь? Ага, в милицию. Я им вчера уже рассказывал про Сталина. Дался тебе этот геморрой? Ты соображаешь? Ты соображаешь? Это ж джин в бутылке, если его выпустить, он такой натворит, представляешь? Я маленькая девочка, играю и пою. Я Сталина не видела, но я его люблю. Ты откуда знаешь? От мамы. А такой, знаешь, я сижу на вишенке, не могу накушаться. Дядя Сталин говорит, надо маму слушаться. Что ты тут боишься? Сейчас, может, тихо. Чего? Ну вот, явился дедушка, не запылился. Ой, свалился на мою бутылку. Сейчас! Теша, держи его к телефону. Иду, иду. Иду. Ты меня сверни, давай! Милиция, 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 не помнишь? Давай, давай, давай. А, милиция, я, а, выпусти. Мамочка, разобрый. Не дрогай ее! П mai! Помогите! Пусти ее! Пусти ее! А-а-а! 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 Мамочка! А-а-а! Убеги моё! Уходим! Помоги! Алёшенька! Всё хорошо, Алёша. Они уже ушли. За что они тебя так... Больно, да? Да ничего, главное, кости целы. Да, кому расскажешь, не поверят. 1 апреля. Ну, ты чего? А? Лёша, я знаю, кто ты сделал. Кто? Этот. Да ты чего? Нафига ему? А ты им нафига? Они же тебя убрать хотели. Да что ли, Киров, что ли? Садись. Вот так. Точно. Фотографии нет. Ой, Лёшенька, ну давай куда-нибудь спрячемся. Лёшенька. Ну что ты свете? Мне 36 июня. Ну что ты паникуешь? Ну помнишь Ольгу Сирургического? Давай к ней переедем. Мы на отпуске. Я договорюсь. Слышишь, Лёшенька? Ну я тебя очень прошу. Ну пожалуйста. Ну. Прятаться? Вот ему праздничек. Юрий Светик, сейчас прольемся! Ну что-нибудь, друзья? Можно брать-то? Слухи, это рзац гласности. Когда гласность отсутствует, ее заменяют сами. Ну и тогда наружу вылезает вот это. Лена! Вот, видишь, нас там ждут. Здрасте. Здравствуйте, Света Лена. Боже мой, что это? Внимание, Черноморск. Ответьте в Москве. Вы в эфире. Понял, Москва, мы в эфире. Давай фонограмму. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Дорогие друзья, дорогие гости и хозяева фестиваля Мы надеемся, что наш праздник надолго оставит след в сердцах черноморцев Но к празднику, как известно, полагается дарить подарки Какие подарки, если мы живем с вами в эпоху дефицита Дефицита теперь является все Стиральный прошел и доброта, колготки и порядочность Так давайте поделимся с городом, очень может, чтобы он смог продержаться Ну, хотя бы на следующем фестивале Хмелее, хмелее У-у-у! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, Нать-ка! А сейчас мы знаем, кто у нас самый первый. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо! Дещич Виссарионович, пора. Хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Здесь такого нет. Не понял. Вырубай, Эфир. Да вырубай! Черноморск, в чем дело? А это надо прекратить. Вы что, с ума сошли? Я сам ничего не понимаю. Что вы себе позволяете? Я же говорил, что современная медицина творит чудеса. Теперь я знаю, от кого у нас билеты. АПЛОДИСМЕНТЫ Друзья мои, время, в котором мы живем, народ называет революционной перестройкой. АПЛОДИСМЕНТЫ Я думаю, это правильно. Но что такое перестройка? Перестройка это не всегда заболевает. Перестройка это объективно необходимый процесс, который служит делом всего народа. Вот почему мы должны взять это дело в своею. АПЛОДИСМЕНТЫ Черноморск! Черноморск! Почему не идет прослятый выкид? Ответьте по следу! У нас технические непорадки. АПЛОДИСМЕНТЫ Что теперь будет? Спокойно, спокойно. Мы правы также и те, кто утверждает, что мы живем в период перестройки. Ведь период это то, что имеет и начало, и конец. Мы же должны быть следы теоретически. Как говорил старик Гога Геги, И мы говорим не о периоде перестройки, Мы говорим о перестройке перестройки. АПЛОДИСМЕНТЫ Никогда не можно перестроить и саму перестроить. АПЛОДИСМЕНТЫ Необходимо светом очевидных. Необходимо светом озрелым. Необходимо светом на лицах. АПЛОДИСМЕНТЫ Товарищи! Помните 37-й! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я височинно против. Височин, поддержки, политики в отношении илакомыслящих. Я против такой политики не потому, что жаль ей илакомыслящих. А потому, что такая политика ради режим запудивания. Режим застрачивания. Режим, убивающий дух самокрытики и инициатив. АПЛОДИСМЕНТЫ Мне хорошо, когда вождя боятся, но не уважают. АПЛОДИСМЕНТЫ Что же ладок Dutch? Убейте лад. АПЛОДИСМЕНТЫ Да здравствует великий праздник и усилий народов всего мира тамарик Сталин! АПЛОДИСМЕНТЫ Ура товарищи! АПЛОДИСМЕНТЫ Ура! На просторах Родины чудесной Закаляясь в битвах и труде Мы сложили радостную песню О великом друге и вожде Стали наши слова поднимая Стали наши юности парят С песней творящей побеждая Наш народ на Сталины ведет Вечная милая, тесно держая Наш народ на Сталины ведет ПЕСНЯ 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 Он знает, от кого. Смешно? Ну вот, а некоторые считают, что в Индии шутки Сталина не смешные. Надо было к нему подняться, а может, посоветоваться с Москвой? А что это там за фракция собирается, а? Надо что-то решать, Андрей Андреевич. Остались считанные минуты. А что, собственно говоря, Андрей Андреевич может решать? Ну что ж, в конце концов, мы рядовые солдаты партии, и наш долг неустанно проводить в жизнь линию партии. Любую. Ну, с Богом. Да. Да, на экране ты выглядишь мужественней, дорогой. А насчет перестройки-перестройки в этом что-то есть. Не что-то, а целая диалектика. Вдумайтесь только. Перестройка-перестройки. Да, в чем-чем. В диалектике он был силен. Что значит был? Когда вот он. Вы здесь? Очень хорошо. Так, слушайте все внимательно. Пройдем еще раз. Значит, сначала речь товарища Сталина, потом... Потом, естественно, бурые аплодисменты, овации, все встают. Леночка, Леночка, дальше ты объявляешь хор. Ты уже десятый раз это повторяешь. Возьми себя в руки. Давайте первый звонок. Друзья мои, судьба распорядилась так, что от всех нас, каждого из нас, находящегося сейчас здесь, зависит наше будущее. Сейчас продлится прямая трансляция, и вся страна увидит наш зал. У нас осталось, может быть, всего несколько минут демократии. Давайте воспользуемся этими минутами. Иди. Возьми! Товарищи, тот серебрент, с которым обращается ворс-комитет нашего праздника. Боже, что он делает, даже всех пересажает. Почему? Все всегда начинается с интеллигенции. О, с кого еще начинать? Граждане! Отечество! Вы любите себя своими руками, разве мало нам крови? Вы хотите, чтобы все повторилось сначала? Вы сами будете в этом виноваты! Мы с вами не стараемся обмануть! Ну что вы стоите, как бараки? Ради Бога! Ради Бога! Не надо вмешиваться в политику! Сиди ты! Сиди ты! Сиди ты! Сиди ты! Сиди ты! Сиди ты! Какой трансмарный переворот! Господи! Так, оружие! Все по местам есть место! Шаг влево, шаг вправо! Вот за стрелочным побегом! По местам! Черноморцы, ну как там у вас дела? Москва, у нас все в порядке! Ну вы постарайтесь теперь без сюрпризов! Постараемся? Мы постараемся! Вот это он! Весиф Васильевич, соберитесь! Да он меня конецком угощал! Попытаемся с ягушкой! С ягушка? Ты о чем? Света, что ж я сразу не догадался, а? А что случилось, Леша? Ну, сейчас он меня получит! Леша! Сталинскую премию! Леша, ты куда? В первой степени! Леша, дерьми! Вам пора! На процедуру и в коечку! А то врач ругаться будет! Леша, дерьми сейчас! Яйца, дерьми! Яйца, дерьми! Яйца, дерьми! Начинайте, начинайте! Ёс, Серёвыч! Аппарат! Вы можете замкновение! Что-нибудь толком объяснить, что это это? Действительно? Конечно! Мания величия! Я думаю, в данной ситуации, это лучший диагноз! Яйца, дерьми! Сидите, это ужин не осталось! Ха-ха-ха! Молодец! И что же вы на самом деле поверили, что это был он? Какая разница он или не он! Это был шанс! Ну, не получилось! Не получилось! Не перемените, не беритесь! Э, гони давай пепп! Бегите! Конечно, люди-граждане, не все мы одинаковы, Но все без исключения мы сходимся в одном. Бывало время разное, бывало время всякое, Лишь такого не было, в котором мы живем. В общем, попали мы, крепко попали мы. Хотя б немного, Господи, пошли нам счастье, Господи, после такой зимы. Не стоит ли быть гражданой из-за того нам ссориться, Что сочинили классики страну, наоборот. Страну, где время может быть, вдруг сразу остановится, И башенные часики дадут обратный голос. В общем, попали мы, крепко попали мы. Хотя б немного, Господи, пошли нам счастье, Господи, после такой зимы. Пусть кто-то, люди-граждане, считают нас тетерями, За то, что мы солидного сваляли дурака. Не все еще разграблено, не все еще потеряно, И надо к психиатру, не всем еще богатым. В общем, попали мы, крепко попали мы. Хотя б немного, Господи, пошли нам счастье, Господи, После такой зимы. Хотят немного, Господи, пошли нам счастье, Господи, После такой зимы. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok